Совет номер три. Что делать, если вас уволили на время карантина, а вы работали в ресторане, кафе или баре? Все время, что я консультировала рестораны и вела какие-либо тренинги. В перерывах сотрудники всех ресторанов жаловались мне на одну и ту же вещь. Что у них отвратительное страховое питание, что оно невкусное, что оно умерзительное, что они не могут поесть вовремя и из-за этого они плохо себя чувствуют. Здесь я полностью соглашусь. Если есть дешевую еду, медленные углеводы, знаешь, типа что-то там пюрешки, сосиски, макароны, то конечно здоровье будет не очень и работать не сможешь, и голова очень плохо соображает. И собственно сейчас ребятам, которые стали сидеть дома, я им предложила эту штуку. Что? Так ребятки, отработайте цеховое питание. И какой план работы я им предложила, что они собственно проделали, занялись. И их руководитель сказал супер, классно, давайте возвращайтесь, не сидите дома, вы нашли себе работу, вы молодцы, мы продолжаем вам немножечко платить. Значит приходят они на работу, идут к бухгалтеру и снимают отчет по движению товара. То есть им первое, что нужно понять, какой продукт у них вообще есть на работе. Затем они смотрят наш бесплатный урок, который мы открыли всем, курс, продающий меню ресторана, и там они получают бланк сырьевой матрицы. Они по этому списку товаров строят сырьевую матрицу, это все делают сами официанты, хост спармены, ребята. Строят сырьевую матрицу и они уже видят какой товар двигается плохо и собственно является головной болью шеф-повара их ресторана. Дальше они звонят шеф-повару и говорят, какой продукт тебе нужно прогонять чаще всего. Он им говорит, ну то есть он как бы залеживается, его нам прогонять, чтобы он не портился. И у официантов получается список продуктов, от которых, если они избавятся у шеф-повара, он будет очень рад. Они на основании этого ищут рецепты, в которые входят эти продукты. Эти рецепты подгоняют на основе тех продуктов, которые у них еще есть в ресторане. Вот, например, нашли классный рецепт там ризотто с чем-нибудь, что шеф-повару надо продать. Допустим, там обрезки от вырезки, а у них нет риса арборио. Но ребята умные, они тут же ищут рецепт булгура с этими штуками. И они сами делают технологичное меню, цеховое, невысокое по себестоимости, с добавлением всяких свежих обрезков, которые нельзя дать гостю в этом виде, но можно из них приготовить вкусные рецепты. Рецепты супов находят полезных, все строят по сырьевой матрице и отдают шеф-повару. И шеф-повар сказал, что действительно у нас есть повар, который готовит цеховое, но у меня никогда не было времени, чтобы я дал ему конкретные карточки, в которых будет еще и написано, как это готовить. Потому что поварам, и они не дадут соврать, дают раскладку, и в раскладке только ингредиенты. И вот дальше как бы в горячую воду положат, в холодную, обжарят до, не обжарят после, когда он по солькам, это не играет роль, он как бы готовит. И поэтому получается жирное, невкусное, хотя вроде изначально блюдо звучало неплохо. Так что вот еще одно задание, объединитесь 2-3 человека, понадобится работа достаточно объемная и отработайте ваше цеховое питание. Ребят, на нашем сайте gastrobricks.com вы всегда найдете актуальное расписание наших бесплатных вебинаров. Видите, вот этот сегодняшний, он давно был анонсирован. Марафон у нас начнется завтра, но он платный, потому что мы планировали его давно, и он не настроен на... Не связан с коронавирусом. Да, он не связан с коронавирусом, но он связан с эффективным управлением деятельности предприятия всегда. И во времена коронавируса, и не во времена коронавируса. Также подписывайтесь на наш канал, вот так он выглядит на ютубе, вот так он называется, gastrobricks. Если вы смотрели этот отрывок у нас на ютуб канале, хотите посмотреть все советы из этого вебинара, то ищите вот такой плейлист, и там будут все советы из вебинара, что делает эфистанту баром и половой уход в кайф ресторан на карантине. Ну все, спасибо вам, мы очень надеемся, что все у вас будет хорошо, и у нас все будет хорошо. Ничего страшного не случилось, пока все мы живы, здоровы, живы наши близкие, и на улице хорошая погода. Да и это не главное, погода не главная. Всем удачи, всем пока, пока-пока, ребят, спасибо, что были с нами сегодня. Пока-пока. Пока-пока.